Приветствую всех дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир и мы продолжаем проходить в King's Bounty темная сторона. И сейчас будем говорить с оборотнем по имени Грязин. Это ты, мой друг. Спасибо тебе, что выручил. Я уж думал, что мне конец. Проклятые гномы отступили со всех сторон. Загнали в этот тупик. Но тут явился ты и спас меня. Разреши подарить тебе этот капкан. Доставься мне от одного неудачливого охотника на обратную. Грязин дает вам капкан. Рад был помочь, Грязин. Но я по-другому делу. Заберем капкан. Я весь внимание, Багер. Говорят, ты выполняешь кое-какое поручение Духа Тьмы здесь, в Драгондоре. Так и есть. Что ты хочешь знать? Расскажи мне, что тут вообще происходит? Тут много чего. Много чего происходит. Может, ты конкретные вопросы задавать будешь? Мне легче будет отвечать. Нет ли какой необычной активности в последнее время? Последнее время гномы активизировались Багер. Шахты работают три смены. Норму выработки увеличили. Кузницы и фабрики работают круглосуточно. Много ли у гномов оружия? Вообще-то раньше было немного. Драгондор мирное государство. Но кузницы работают бесперебойно. Пуют оружие, доспехи, щиты и шлемы. Все это добро складывается в арсенале, который находится возле королевского замка. Как у гномов дела обстоят с армии. Армии. Армии в Драгондоре в привычном понимании нет Багер. После нескольких недель молодых гномов тренируют обращаться с оружием и ходят слухи о всеобщей мобилизации. Есть ли еще что-то необычное. Вот уже несколько дней местный химик Шарль Атан укрылся в своей лаборатории и что-то там химичит. Я не знаю, что именно, но воняет от его лаборатории страшно. Спасибо. Капкан получили. С шнеком-буравчиком поговорить, да? Капкан Добавляет ловушку. Нафиг не надо. Так вот, руна не знаю, какая далась мне. Может руна не важно. О, руна силы. Теперь заметил. Грызин, скажи-ка мне, где бы я мог устроить засаду? Хочу словить одного паладина. Помнишь место, в котором мы впервые встретились? Конечно. Влево от того места есть небольшой коридор, который ведет в примилый тупичок, в котором тебе никто не сможет помешать. Но я бы посоветовал тебе сперва зачистить его от всякой шушеры, чтобы под ногами не путалось. Благодарю Грызин. Где это место? Я не помню, где я его встретил. Так что продаешь. Оборотни эльфа. Я должен купить. Сколько там? Пятьдесят мне нужно. Рецепт видно. Выпивку куда-то в другое место продать. Вот. Десять оборотней нужно привезти. Мари Кюри. Надо будет попробовать как-то сделать это. Так. Ну ладно, пойдем еще сюда. Тут еще кто-то был. Вот. Сладенький отряд. Наверное, нападет на нас. Да. Ну, я его попущу. Так. Обеда. Как видите, чистая. Так. А где ж я Грызни встречал? Что-то я не помню. Наверное, где-то тут надо устраивать засаду на него. Этого паладина. Ну, на Драгандоре. По идее. Ничего нет? Так. Так. Стоп. Где ты? Угу. Я понял. Ну, сейчас. Сейчас разберемся. Так. Стоп. Стоп. Это кто? Неважеский отряд. Вижу вас, ребята. А. Вот. Может вот тут? О, нейтральные отряды типа. Немного слабее. Ну, раз немного, то убьем их. Хотя, можно и упустить, честно говоря. Такие они сильные. Так. Чистая победа, как видите. Ну, стрелков нет, в принципе, без проблем можно. Чисто выигрывать. Новое достижение. Мясорубчик уничтожит 25 отрядов врага подряд без пополнения своей армии. Это. Такого же нет тут, наверное. Где те достижения. Интересно. Где достижения можно посмотреть. Ну, рада. Ну, тут точно нету ее. Это награды. Эх, неважно. Я на эту ерунду не падок. Ну, грунодуха. Так, паучок слабенький. Конечно же нападет. Стой, барьер. Мне кажется, это то самое место, где нужно ждать этого паладина. Подходящее место. Так, ну, паучков тоже не на запись. Слабоваты будут. Так. Зачистил всех. Продолжим. Так, что-то у нас есть. А, яйца. Уберем, чтобы они нам не мешали. Мне кажется, тут нужно... Еще какой-то отряд уничтожить. Ну, сейчас найдем. О! Вот он. Немного слабее. Сейчас мы тебя Разберем на запчасти. И тоже, в принципе, Записывать не будем. Так, отлично. Чистая победа. Так, и что теперь? Трактерщика дезинформировать. А, без проблем. Так, сейчас я такое. Немножко пройдусь. Посмотрю, что тут, к чему. Черные врата. Нет, мне туда не надо. Так, а что тут? Какой-то проходик. Ты смотри, кого я вижу. Кристаллы магии. Там сундучок. Ну, сейчас зачистим. Раз такое делаю. Так как немного слабее, То, в принципе, Тоже я их Упущу. Все. Чистая победа. Так, яйца. Яйца. Кристаллы магии. Сундучок. Ну, денежка нам уже 4 миллиона у нас. Уже не так нужна. Так, может что-то изучить. 20 крестового магии есть. Звезда смерти. Я не знаю. Такая она не очень удобная штука. Может, беззащитность бы. Замедленнее. Красивыми. Секиро. Не знаю. А вот это Массовое. Можно было взять Зеркало полный. 40 процентов. Неплохо. А тут 980. Ну, почти 1000 урон. Неплохо. А, давай. И в коррозию качаем. Чтоб больше урона наносило механизмом. Да и не только. Так. Тут что-то есть. Ага. Слабенький отряд. Давайте с ним разберемся. Наверное, нападет на нас. Блин, ну что они не убегают. Попускать. Ну, он даже пленных взял, в принципе. Что-то тут такое. Всякие подарки, да? Для меня. Лидерство. Не мешало бы телепортнуться, знаете. И пополнить наши ряды. Мы бы были еще сильнее. И возможно туда больше всяких ребят бы убегало от нас. Типа, лучи света пробиваются с поверхности. Так. О, есть еще один. Немного слабее. Тоже придется его пропускать. А то как-то неинтересно с такими слабыми противниками воевать. Так. Еще одна победа. Так. Вот еще какой-то гном охраняет. Конечно же он на меня нападет. Это 100%. И уже этот бой я пропущу. Так. Блин, их получили. Это уже хорошо. Так. Что тут такое? Ну, какой-то может какой-то квест будет позже. 8000 золота. Так. Ладно. Пошли наверх. Кинем слух где нас искать паладину. тут еще тоже. Калкин указайте. О, у него средства от плесени. И химик. Мне нужна твоя помощь. Если у тебя какое-нибудь средство от плесени. Беде этого и помочь можно, Багер. Но мне нужны будет 5 грибов черной поганки и медвежий корень. и деньги заработал, конечно. 5 грибов черной поганки. Где мне их найти? Ищи где-нибудь в старых лесах. Я вообще не меколог. Знаю, что они любят напавшие листья и бурую почву. Медвежий корень. А что это такое? Где его искать? Не знаю. Я его всегда заказывал у знакомых ведуней. А уж где они его берут мне неведомо. Все ясно, Шарар. Я скоро вернусь. да. Так. товары все те же шарль не бур шарль не был умный попросил меня передать тебе эту книгу о да это же соединение мономолекулярных ароматических углеводородов спасибо я ее так ждал ау то есть химик расскажи ко мне чем ты тут занимаешься а почему ты спрашиваешь это между прочим государственная тайна понимаешь шарль в школе моим любым любимым предметом была химия вот мне стало интересно что необыкновенно может делать для правительства такой выдающейся химии как ты химия ты говоришь химия ты говоришь химия наконец-то хоть кто-то признает химию отдельной наукой все вокруг только и говорят об этих алхимиках алхимии тьфу не учи и шарлатану вот кто они не говори шарль тьфу на них так все же что ты делаешь для короля у меня очень очень интересный заказ шнек буравчик заказал мне разработать рецепт зелья силы такой чтобы любой гном который его выпит стал сильным как гигант с этим зельем наше ополчение всем покажет представляешь действительно интересно как твои успехи все идет неплохо багер древних манскриптах я нашел подходящий рецепт и у меня есть все ингредиенты кроме одного мне нужны яйца золотой мушки без них ничего не получится а как ты посмотришь на то что я принесу для тебя это самое яйцо золотой мушки ты если ты сделаешь это я буду очень тебе благодарен багер не только я гердиггер шнек буравчик ой да все королевство будет тебя благодарить ну конечно я обязательно найду эти яйца жди здесь и скоро вернусь здесь искать блин 10 из пауков есть такое дело а там погляди что у меня для тебя есть 10 из золотой мушки ты просил отдадим химик забирает яйца и подозрительно них их рассматривать какие-то они мелкие и серые ладно давай их сюда ждем через полчаса химик возвращается с большой клубой подозрительно дымящейся жидкости о ты еще здесь послушай раз ты здесь может быть ты мне поможешь что еще химик отнеси это зелье зелье шнеку буравчику шнеку буравчику да он охраняет наши нашего возлюбленного короля до удлинится его борода справишься конечно химик так вот и сейчас буду его этой напоим неделю из туалета не будет вылазить так давай эх бомбли бомбли что за жизнь пошла что не так бояр да как тебе рассказать бомбли вокруг фрахи все время сражения денег уже нет да еще и эти ключи какие ключи включить мы которые удерживают за заточение духа тьмы я слышал что некий баристан вид разыскивает эти ключи я тоже говорят что у этого баристана большущая армия да и не знаю что будет если он меня встретит ну да ничего мне удалось найти укромное местечко там ему до меня не добраться и где же внизу там за там где лавовые поля знаешь за фарпостом тоннель ведь заброшенный штрек налево кажется знаю ну вот там у меня логово но ты не же смотри бомбли я тебе это как другу говорю вот тебе замолчание дать бомбли два медьяка а почему так мало замолчание платишь боги говорю же нет больше ладно бомбли давай здоров будь здоров не пройти есть скоро придет туда паладин так а мы пошли поить шнека буравчика так ты все ты все еще ходишь барер ну ходи ходи скоро ходить не сможешь ты мне угрожаешь я да я бы тебя одной левой прихлопнул да только у меня приказ охранять дворец не подвигать свою армию опасности ну ничего ничего скоро шнек буравчик поспешно замолкает сболтнув лишку уже продолжаешь что случится скоро пожалуй вреда не будет если я тебе скажу что ты можешь сделать король объявил поголовную мобилизацию и скоро у драгандора будет настоящая армия армия не смеши меня толпа шахтеров ты еще не армия вам нужны командиры шнек ха-ха нашу армию обучает сам ронни крепыш лучший командир по всю сторону великой горы уже если он недостойный командир тогда я просто не знаю да под его руководством мы горы свернем ха-ха так и представляю себя эту армию вооруженную кирками разным дриколи и вы возьмете оружие на всю эту оралу дриколи а вот это ты видишь шнек буравчик указывает на большое приземистое здание приютившие приютившиеся возле дворца королевский арсенал оружие в нем накапливается на протяжении трех поколений гномов хватит чтобы вооружить не одну а целых две армии понятно но пожалуй мне пора так собрать не нужно поговорить с крепышом разобраться и что не ясно сказал прошлый раз убирайся еще детьми а то я не то отведаешь моего топора не будешь на их буравчик так не ори так всего лишь посыльный вот возьми химик красиво меня передать тебе вот это зелье так дадим а наконец-то зелье силы шнек буравчик откупоривают бутылку и одним махом выпивает все за дна некоторое время он прислушивается к своим ощущениям внезапно по его лицу пробегает гримаса боли ой что-то живот скрутило и сильным я себя не так и не почувствовал что было в этой бутылке откуда мне знать спрашиваю обо всем вашего драгоценного химика так лично далее бутылку выпить так там еще кроме того нужно арсенал уничтожить подготовку армии остановить добывающие работы так ну по идее вот тут у них идет вся добыча сейчас найдем а вон кто то есть бригадир сейчас поговорим с ним эй ты зеленокожий да да ты подойди ка чего ты хотел маленький гном я не такой не такой уже я и маленький мой рост на два пальца выше среднего пожалуй послушай я бригадир этого штрека бог таганок и там не видел такого хлипкого шахтера по имени борт коловорот можете видела может нет теперь так какое дело понимаешь какое дело мы наткнулись на пласт базальта твердый как камень то есть как очень твердый камень вот мы с ребятами решили взорвать его клешем да вот бомб порошка у нас совсем мало осталось после той пирожки что прошу прошу среду устроил наш строили на день рождения мака коротышки и ты хочешь чтобы я принес для тебя этого самого бомб порошка что о нет у нас на складах этого порошка завались нашего химика дядя работает на бум порошковой фабрики я кажется отклонился тем в общем я послал борт и на склад нашему химику шарлю ротану чтобы он принес бум порошка уже часа два он как должен вернуться а его все нет я начинаю волноваться не мог бы ты поглядеть все ли с ним порядке если пойдешь у хоро то ты его обязательно встретишь и что мне за это будет бригадир бог таганок коммерческий подход мне это по душе отцеплю тыщенку золотых вроде немного так я ведь о многом и не прошу ну и моральное удовлетворение того что помог гному беде дорого беде дорогого стоит ну что по рукам тебя не пугает что я лорк и много пугает конечно но мы в драгандоре поддерживаем традиции мультикультуризма и толерантности опять же вот мы с тобой разговариваем вместо того чтобы убивать ротвор значит наши расы могут существовать в мире и гармонии почему бы тебе она послать не послать одного из твоих шахтеров бог да они все там внизу переработали то есть ясно базальт кирками долбили устали сильно да и ноги у нас гномов коротенькие пока туда пока обратно то что у тебя вон а какие ножище два шага и уже в городе хорошо бог таганок если случайно встречу этого шахтера скажу ему что ты волнуйся но специально искать не стану вот из волна вот и договорились в общем если что скажи бухту чтобы спешил из-за всех сил я его жду хорошо деньжок цепит опыта дадут так интересно где искать того чувака который тренирует этих ребят но точно не тут ладно пойдем наверх пока кто это кто это такой ленивый шахтер бурт коловорот ого не ожидал встретить драгандори такого такое такое чудовище как я да то есть нет я не это имел ввиду бурт коловорот к твоим услугам меня зовут багир погоди ты сказал бурт коловорот тебя то я ищу ищешь но зачем твой бригадир бог таганок заволновался куда ты пропал но я вижу ты уже возвращаясь а пойдут расскажу ему тут такое дело в общем и я не возвращаюсь я еще не дошел до химика дорога не близкая я еще мазон натёр ну вот посмотри он делает попытку стащить сноги шахтерский ботинок нет не надо убери от меня свои ноги ну как хочешь Да, я вижу. Ты будешь с такой скоростью добираться до химика еще неделю. Слушай, а может я тебе помогу? Это еще как? Давай я вместо тебя схожу. Ты и правда сделаешь это для меня? Конечно. Где ты должен был получать взаимчатку? Нашего химика Шарлятана. Он живет недалеко от таверны в городе. Просто дай ему эту накладную, а он сам выдаст тебе все, что нужно. Бурт передает вам листок бумаги. Жди меня здесь, Бурт. Так, внести изменения в накладную. Так, используем. Эта накладная написана приодиром боком. Таганком содержит указание химику Шарлятану выдать представителю, предъявителю мешок бум-прешка. Исправим количество с одного на десять мешков. В этой накладной ловко, подправленной вами, содержится в указании химику. Выдать представителю десять мешков бум-прешка. Отлично. Так, а тут никого нет, кто нам нужен. Точно. Вроде никого. Так, пошли за бум-порошком. А, это снутри. Вы взглянули на мои товары? Нет, алхимик. То есть, химик. У меня к тебе другое дело. Отдаем фальшивую накладную. Неожиданно. Я не знал, что в наших шахтах работают орки. Я из экспериментальной межрасовой интернациональной бригады. Нас только вчера собрали. В ней я пара феечек, кобальт, 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 кобальт. Ладно, ладно. Подземным богом организационные вопросы. Я-то вижу, что накладная настоящая. Меня так просто не проведешь. Скажи лучше, зачем Буковку-Таганку так много бум-порошка? Он обычно раз в 10 меньше заказывает. Так. Я не знаю, умный гном. Мне сказали отнести тебе эту бумажку и принести назад мешок. Который ты мне дашь. Я даже не знаю, что там написано. Ну да, конечно, другого я и не ожидал от умного умника вроде тебя. Ладно, Ларк, жди здесь. Я принесу тебе твой бум-порошок. Ну, рассматриваемся в комнате, пока химик отсутствует. Воспользовавшись отсутствием химика, вы быстро рассматриваете комнатушку. На одном из столов вы нашли две бутылки с ярко-алой жидкостью. Хотите их взять себе? Конечно, да. Химик появляется в комнате и получает за собой несколько здоровых мешков бум-порошка. Вот, Баггер, забирай. Не знаю, как ты будешь их тащить, но это уже твое дело. Сразу бы так, шарлетан. О, взяли ярости. Так, а тут... Так, ясно. А, вон ополчение, видите? Внизу. Я думал, где она собирается. Так, и что равный по силе? Вот это Ронин Крепиш. Иначе сразимся. Огромный великан, уделяющийся ростом даже среди гигантов, что-то рассказывает слушающим его молодым гномам. Эй, это ты что ли, Ронин Крепиш? Да, так меня зовут. А ты, наверное, мерзкий возмутитель спокойствия Баггер Яростный. Герд Диггер предупреждал. Меня, а тебе. Когда назначал меня главнокомандующим, убирайся прочь, лак. Тебе здесь не рады. Это я, Ронин Крепиш, тебе говорю. Крепиш, я бы сказал, скорее, худыш. Ты самый никчемный из всех великанов, что я видел. Это я-то? Да я самый большой и сильный из всех гигантов. Что живут на бедной горе. Я могу сосну с корнями вырвать и закрутить узлом. А вот такой козявки, как ты, и мокрого места не оставлю. Ты главнокомандующий? Да моя слепая бабуля. Бабура. Лучше тебя разбирается в тактике. Что наглый поклёб. Я руководил хирдом гномов в сражении у Белокочанной. А твоей бабушки тогда ещё и в люльке не было. Я один из величайших во всех смыслах гномих военачальников. Потому-то гирдири дихер и назначил меня гванокомандующим армией Драгондора. Пожалуй, гиру-дивиру стоило назначить тебя полковым тараном. Так от тебя была бы хоть какая-то польза в армии. Ээээээ... Это чтобы... Выбивать мои головы ворота? Смешного, маленький лорк. Хе-хе. Только я слишком большой и тяжёлый для этого. Да и зачем нужны тараны, если ворота всегда можно взорвать бомбу рашкома. Я думаю, что... Не видать тебе, поставь главнокомандующего гронь. Роней, если бы не протекция шнека Буравчика. Ну все, ты меня разозлил Сейчас я из тебя уручу Отбивну сделаю и съем Он обращается к молодым гномам А вы смотрите и запоминайте Как сражается героический гигант Правильно гномы, смотрите, чем больше гигант Тем громче падает Так, сколько там у него этих Пушкари Где, собственно, гигант Гигантов нет Но манна присутствует Ладно Давайте черной дырой хляпнем Призовем дракушу Так Можно еще Вот 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 этой штукой немножко Тут Намутить Чтоб лучше горели Это пушкарь Это пушкарь Вот Давай вот так еще Так Так Давай поставим защиту Своих бойцов И Какой уровень третий, да? Так Ревность поставим Раз такое дело И вот тут Немножко Выбьем Стрелков Вот этих ребят Так Можно некраста И пустить Вот так И отсюда Всех пожарить Давай атакуй своих правильно Блин Последний герой Сейчас будет заглют Так Как видите Игра вылетела Я буду пытаться Убивать Вот этого крепыша За кадром Потому что Он применяет Глючные заклинания Так что Надо будет Немножко потрудиться Ну и тут Пожалуй Я закончу Серию В принципе И так было Боготое на события Так что Всем спасибо За просмотр И Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok